И всем привет ребят, с вами Стройка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас пятница, это значит что в игре появился новый спец режим, сегодня мы будем его обозревать, посмотрим что у нас из этого выйдет, посмотрим насколько он вообще интересный и актуальный. Я так понимаю что это режим исключительно на джаггернаутах и с дронами, соответственно мы берем кризиса и попробуем что-то сделать там на нем в этом замечательном спец режиме, ну и по краске, ну давайте возьмем краску звезда и отправляемся в бой. Я уже честно запикался в одну катку, посмотрел вообще что из себя представляет, потому что я почему-то думал что будет сегодня форест новый ремастер, но оказывается что форест будет только через неделю, а сегодня у нас возможно интересный, возможно не совсем интересный режим джаггернаута на карте темпл вроде как там была и еще какие-то карты у нас в этом режиме, а нет не темпл, а трек должны быть. Так, пробуем конечно же занимать первое место, запикиваемся в катку которая уже начата и которая, ну можно сказать что уже с имеющимися лидерами, но попробуем что-то здесь сделать, я думаю что за счет кризиса можно будет даже иметь шанс ваншота противника, поэтому будем пробовать, я так вижу что еще не каждый джаггернаут прожимает расходочку полную, поэтому может быть у нас здесь за счет кризиса как раз таки будут дополнительные шансы уничтожения противника, главное конечно же эту расходку просто переключать с одной на другой и посмотрим. Также у нас увеличена частота выпадения голдов на этих замечательных спец режимах, поэтому будет интересно посмотреть сколько голдов вообще здесь будет падать, ну кризис я думаю что под такого джаггернаута неплохо так сочетается и то что есть возможность как раз таки выбора дрона это может дать возможность набора дополнительных очков и киллов, вопрос лишь только в том насколько он прибыльный и насколько большое количество кристаллов вообще здесь в этом режиме можно заработать, сейчас как раз таки этот момент мы вместе с вами и постараемся проверить, так молодой человек у нас залагал, смотрим где у нас выпадает золотой ящик, не вижу пока что где он падает, пытаемся давать пока что сводочки, а голда я так и не заметил, а вот он, вот он голд был оказывается где, пробуем наносить дополнительный урон, отличные сводочки залетают, но с кризисом кстати в этом режиме есть определенный смысл игры, когда ты можешь просто переключиться в нужный для себя тайминг с дэшки на дэшку, это конечно очень рабочая вещь, но повердрайв к сожалению прожать и не успел, что у меня по звуку есть такое ощущение, да, что чуть-чуть за много стоит, чуть себе потише сделал, так и пробуем дальше уничтожать, так, когда я запикивался у первого игрока вроде как было 14 киллов, сейчас у него 20, у меня 11, то есть в теории шансы на то, чтобы забрать здесь первое место у меня все равно сохраняются, давать будем по большей части наверное только сводки, а потом уже добавлять одиночные выстрелы в попытке уничтожить уничтожить как раз таки противника, но вот сейчас меня неплохо так набревают, неплохо так набревают, у меня есть ощущение, что здесь в этом режиме по кристаллам не будет прям дикого фарма, но если акцентировать внимание не только на киллы, да, как я привык например играть, акцентировать внимание еще и на золотые ящики, то может быть с голдов как раз таки здесь дополнительно зафармить неплохое количество кристаллов и можно, так, прожимаем нетру, забираем плюс голд, особо за голдами кстати никто не едет, не знаю почему, но это хорошо, когда за голдами особо никто не едет, есть возможность неплохо добавлять себе кристаллов, да и вообще в принципе голды никогда у нас лишними не бывают, ну и здесь конечно еще на накидочку неплохо можно покидать и пострелять, 23 килограмма первое место, у меня 13, всего лишь 7 минут остается до конца данного боя, пробуем, пробуем еще кого-то уничтожать, например вот этого молодого человека, блин, хорошо, я успел его слить, но пока что не все так круто, не все так круто, как хотелось бы, не все так круто, здесь также нужно учитывать, что все играют на одинаковых модификациях, я так понимаю, вне зависимости от прокачки вашего танка и поэтому, например, если у вас нету гаража хорошего прокаченного, то у вас как раз таки есть отличная возможность поиграть в этом режиме и заработать дополнительное количество кристаллов, так, но все те, кто не прожимает дэшку, это очень круто, здесь с одной сводки они все улетают на резку, здесь тоже добавочку можно сделать, овердрайв можно вжать, блин, не успел, 20 килов у меня уже, неплохо, 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 чуть-чуть покидали, если здесь вообще за каких-нибудь 50 килов бы давали бы, ну, например, я не знаю, сколько могли бы давать, ну, например, 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 у каких-нибудь там 1010 кристаллов, да, то я, наверное, бы сказал, что это довольно-таки даже фармовый режим, если еще сверху забирать, например, голды, которые падают, то по итогу можно как раз таки и иметь очень хорошую вкусную прибыль, блин, можно еще упасть в минус, блин, еще бы мне кто-нибудь слил бы, 100 минусов, ну, ладно, давайте лучше задолетимся, чтобы много времени не терять, о, кто-то контейнер взял, еще бы, знаете, здесь падали бы какие-нибудь голды, по типу, по типу каких-то ивентовых, праздничных, да, то вообще была бы какая-нибудь комбическая темочка, так, плюс килл, пробуем давать сводочку, я так понимаю, что здесь кризис у меня тоже не качанный, как будто, как будто не качанный кризис, у меня есть такое ощущение, потому что что-то я как-то, как-то я очень много, очень, вернее, немного, а очень долго перезаряжался с одной расходки на другую расходку, переключение очень долго, соответственно, скорее всего у нас тут как раз таки нету МПК, но ничего страшного в этом нету, акцентируем внимание на киллы, пробуем уничтожать противника и уничтожать их как можно больше, две сводки у меня в один тайминг залетает, и у меня уже 23 килла, у первого места 30 очка, отрыв потихонечку, помаленечку сокращается, конечно же, поэтому шансы у нас до сих пор остаются, так, я так понимаю, что, а, ну да, джиггернаут, даже вне зависимости от того, на респе я ухожу, не ухожу на респе, у меня овердрайв сохраняется, только я его особо не прожимаю, особо вообще не жму эту оверку, хотя, наверное, стоило бы ее, конечно же, прожимать, так, еще один голд будет падать прямо сейчас, вижу точку выпадения голда, попробуем, давайте его тоже славить, плюс, даем сводочку по данному молодому человеку, и видим выпадение голда, так, отличная пичка, залетает, ой-ой-ой, мясо-мясо-мясо, блин, мне все-таки затушили в этой всей куче мале, 27 килов, у первого 34, 3,5 минуты до конца, я очень сильно хотел бы здесь забрать первое место, вот, посмотрите, вообще, сколько мне по кристаллам дадут, здесь, так, оп, хорошо, прискилл, чтобы посмотреть вообще, насколько он прибыльный этот режим, хорошая сводка, но надо добить, то есть, тысячи стычки просто залетает, еще без крита, и секрет залетает в таком моменте, вот, кисточки будут залетать урона, еще вкуснее будет урон, да, так, противник вижу, там, один, а, фокаж стоит, а, нет, не фокаж, но, как-то, очень непонятно двигается, поэтому мы ему, блин, сводочку даем, но не добиваем, сводочку даем, но не добиваем, пробуем еще сводку добавить, по джаггеру, отлично, по джаггеру говорю, по джаггеру, чисто, чисто по джаггеру, так, еще, сводка неплохая, оп, че, прожимаем, опер драйв, сводочка, добавочка, уничтожение, есть еще уничтожение, да, но, здесь что-то молодые очки набирают, не кисло, так, аптечка, овер драйв не успевает, по 6 тысяч урона за, за выстрел джаггернаутовской рельсы с кризисом залетает, так, 2 минуты до конца, не сдаются, ребята, не сдаются, стараются тоже здесь тушить большое количество силов, так, пробуем обычными рельсами тоже уничтожать, меня с двух соток быстро сбривают, и 440, 41 даже уже, ну, первое место в этой катке, многовато, конечно, многовато, я не знаю, как быстро, могут бойцы бить киллы, вообще, интересно узнать, у вас, если вы играли этот режим, сколько киллов вы набивали за одну такую каточку, так, но у меня 37, 45 у первого, но я уже его, скорее всего, никак не догоню, хотя, в теории, наверное, шансы все равно у нас всегда есть на догоночку, здесь, вообще, можно позицию какую-то вот такую вот интересную сверху занимать, и уже с такой позиции накидывать большое количество урона, птичку прожимаем, джаггернаут, но птичка, чтобы сильно ничем не поможет в такой ситуации, так, пробуем дать еще отводочку, как билборд залетела, 40 киллов и 46 у первого, ну, 40, 40, 40 это уже неплохой результат, если учитывать еще тот факт, что я запикался за 11 минут до конца, то, наверное, неплохо, только интересно, сколько кристаллов дадут за это все дело, потому что это все-таки, можно, так сказать, режим с дополнительной расходкой, да, а если режим с дополнительной расходкой, то, в принципе, наверное, здесь, если ты получаешь меньше 10 тысяч, то это невыгодно, потому что ты в своей расходке еще тратишь, ну, довольно достаточное количество кристаллов, ну, если мы переводим именно расходку в кристалл, да, если бы это было бы джаггернаут без возможности прожатия дополнительной расходки, то, наверное, наверное, это было бы более метного, но сейчас посмотрим, сколько нам дадут, 43 килла, итоговый мой счет, вот, и 6 с половиной тысяч за 11 минут, и первый забирает 8 тысяч, ну, наверное, если в такой катке я бы дал бы не 45, а 70, и получил бы где-то около, ну, допустим, например, я бы получил бы 10-12, это было бы неплохо, плюс сверху дополнительно голды смотрится симпатично, но если вы именно используете, например, тот же дрон Кризис, да, потому что я уверен, что здесь, в таком джаггернауте на Кризисе вы сможете дать больше киллов, чем на каком-то другом дроне, ну, мне так кажется, и тогда, в целом, можно здесь и даже какую-то прибыль получить, вопрос лишь только в том, насколько интересен для вас это будет, этот будет режим, да, именно игры только на джаггернаутах, ну, а так, в целом, вполне играбельно, я, если честно, даже думал, что здесь по Кристаллам будет еще меньше, поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого режима, пишите, играли вы в нем или нет, если играли, то какое количество киллов вы уже давали на этом замечательном джаггернауте, поддерживайте обязательно данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, там вы не пропускаете новые видеоролики, ну, и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный, так это так, темп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрышу есть в описании, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!